Сделать прививку легче, чем купить новую пару обуви, рассказывает жительница Тольятти Екатерина. Придя в торговый центр «Автограда», девушка планировала обновить гардероб к летнему сезону, но увидев открытый пункт вакцинации на одном из этажей комплекса, сразу же вспомнила и о грядущем отпуске. Имея на руках справку о вакцинации, с выездом на отдых проблем не будет, решила Екатерина и обратилась к врачу, чтобы получить первый компонент вакцины против коронавируса. Увидела стенд, что здесь проходит вакцинация, давно хотела и решила зайти, посмотреть, что как здесь происходит, все обстоит. Так как очереди не было, решила сразу же сделать. Я планирую ехать в отпуск, и чтобы все-таки чувствовать себя в безопасности, решила сделать прививку. Пункт вакцинации в одном из торговых центров Тольятти работает уже несколько дней, и за это время желающих получить прививку от коронавируса все больше. Энтузиазм у посетителей торгового комплекса возник из-за простоты получения лекарства. Паспорт и СНИЛС – все, что нужно, чтобы пройти вакцинацию. Так, смотрите, сейчас я уколю вас внутри мышечного, открывайте мне ручку. Мышцы в Дальдолеи находятся, инъекция. Вместо инъекции может немного поболеть, не пугайтесь, смазать ничем не нужно, из-за таких компрессоров не запройдет. Перед процедурой желающий заполнять согласие и анкету о своем состоянии, после чего врач-терапевт измерит температуру, сатурацию, давление, проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний даст допуск на постановку вакцины. После прививки пациенту обязательно выдадут справку с датой вакцинации, а также с наименованием, серией и номером вакцины. Данные пункты открываются для большей доступности населения. Люди не всегда хотят обращаться в поликлинику, возможно, из-за боязни где-то, может быть, заразиться или из-за количества обращающихся туда людей, стоять в очереди. Здесь как бы свободно, вы можете в любой момент зайти, получить свою вакцину и идти дальше по своим делам. Привиться от коронавируса в одном из тольяттинских торговых центров все желающие старше 18 лет могут ежедневно с 11 часов утра до 8 вечера. Как отмечают врачи, получить можно не только первый компонент вакцины, но и второй. Правда, перед этим стоит убедиться, прошло ли необходимое количество времени с момента первого укола. Также медики напоминают, что соблюдать социальную дистанцию и масочный режим нужно даже привившимся людям. Это тоже меры профилактики, которые помогут уберечься от инфекции. Михаил Ермоленко, События.